МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларусам пропановывают, ящже позднее выходят на заслуженный отпочинок. Славянский разбазар. Я слышу, что много человек получили билеты бесплатно. На спортовые импрази не зарабили, а что с культурницким фестивалем? Дзе гроши жильцов на Капрамонт за паустаходзе. Посмотрите на фундамент. Фундамент цветет, плесень, мох, и в подвале тоже сырость. Могилевцы домогаются належного. Я не боюсь этого сказать, что они лгуны. Непродказальная старость. Пенсийный взрослый ведется ящже больше повеличить у оглядной будущей. Про это попередили улады Беларуси отмысловцы с Международного валютного фонду. Али не все кепска. Эксперты так само отзначили и махчымасти для больше сприяльных развития падеев. Про какие погрозы для будущих пенсионеров, каже МВФ. И как их пазбегче? Даведовался Станислав Ивашкевич. Дать людям працу, альбо далей повеличивать пенсийный взрослый. Это дилемма, которая стоит теперь перед беларускими уладами, окреслили в своем докладе отмысловцы Международного валютного фонду. Отмысловцы тлумачить, поднимают пенсийный взрослый за дефицит пенсийного фонду. Иншими словами, выплачивать с его пенсионерами приходится больше грошей, чем их туда поступает от працонных. Уже сегодня одного пенсионера кормят у всего двое працездольных беларусов. У немецчинях этот показник у полтора разу больше. У США ситуация у двоя лепш. До того, что тамтайшие пенсионеры отремлювают додатковые доходы от приватных пенсийных фондов, у які откладают с грошей цягом своей працонной карьеры. Без структурных реформ в пенсионной системе у нашей экономики не будет выхода иного, как дальше повышать пенсионный возраст. Беларусь не одзинае краина, что зазнае складанности с наполнением пенсийного фонду. Россия, Украина, Молдова, Туреччина, а так само Латвия, Дыбалгары, так само потрапили у гэтую свою особливую пастку среднего дохода. Коли протяглость життя выросла, а новых працовников нарожается усе меньше. Причина одна – изменение структуры демографической населения Беларуси. Рождается мало, люди стареют, становятся пенсионерами, вот и все, это основная причина. У Беларуси дефицит пенсийного фонду почався в 2013 году, когда в острые проявы системного экономичного кризиса покинули многих людей без працы и вымусили шукать за мяжой, где наши гастарбайтеры поддерживают уже чужие пенсийные системы. В определенный момент у нашей страны был демографический бонус, когда доля экономически активного населения из-за низкой рождаемости была достаточно высокой. И, к сожалению, наши власти не смогли воспользоваться этим для того, чтобы менее болезненно провести структурные реформы. Теперь беларусы выходят на пенсию в 62 годы, а беларусские – в 57. По воде указу Александра Лукашенко, это лишь бы вырастут с часом, еще на один год. Ранее отмысловцы МВФ рекомендовали беларуским уладам повеличить пенсийный взрос до 65 годов для всех. Будут все умирать на работе. Я считаю, что молодежи и так негде работать, а еще и стариков нужно держать на работах. Пусть идут себе спокойно на заработанный отдых и отдыхают. Самое главное, что за чертой бедности пенсионеры, поэтому иной раз они очень счастливы лишний раз поработать. Среду всех краин, перелеченных у доклада МВФ, Беларусь – один, кто, на думку международных отмысловцев, может обестись о оглядной будущине и без дальнейшего повеличения пенсийного взросла. Для этого, говорится, в документе треба больше полно занять людей, яким теперь больше за 50 годов. Свою программу реформы фонд пропанует официйному Менску уже пятый год у пакете со стабилизационным кредитом. Перемовым тым, однако, пакуль не бач на конца. Станислава Вашкевич, Белсад. Две тратины беларусов не зарабляют с президентской тысячи рублёв, каже реальная статистика. Отримливают 800, подлечил Белстад по выниках травня. Ведется про так званы медеянный заробок, який вылечиваются только сярод працевников середнего звена. 500 долларов ци 1100 рублёв – заповедная планка, до якой беларуский сяродний заробок имкнулся не один год. У травни небыто досягнули, але Белстад подлечил так само медеянный заробок. Ее на 269 рублёв меньше и дотычить двух третих у сих працевников. Легче вернуться до медеянного заробка и иметь реальный молюнок того, что происходит, чего не хочет признавать наша влада. Поэтому мы будем с вами еще чуть не один раз, что треба на решті выходить по требованию на 500 долларов заробку. Середний заробок отказывает на питание, кольки середний беларус выдаткуе в месяц, а медеянный кольки зарабляет середний беларус. До прикладу директор фирмы зарабляет 1700 рублёв в месяц. Менеджары, яких большасть по 800 рублёв и 350 рублёв – тех персонал. Середний заробок складает 950 рублёв, але реально большасть працевников середнего звяна отримливают 800 рублёв. Гэта и есть медеянный заробок. Кераунник краины рупится только про середние. Если кто-то думает, что мы будем платить заработную плату тем, кто сегодня шалтай-балтай работает и зарабатывает там 600, как они пишут, 700 рублей, и мы будем доплачивать до 1100, то вы должны понимать, за счёт кого. Шалтай-балтай – это не про нас, скажут, а пытанные нами працевники. Мест рабочих мало, коррупция и всё тому подобное. Пока у нас не урегулируется что-то сверху, народ будет, скажем так, в не очень хороших условиях трудиться и работать. Наш любимый президент, который очень много говорит и очень мало чего делает. Зарплаты – 300-400 рублей по городу Могилёву. Мы уезжаем в Россию на заработки. Есть и нижняя мяжа. Калят двух с половую отсотка у белоруса, у поводля Белстату зарабляют меньше за 300 рублей на месяц. Юлия Тяльпук, Белсат. 70 особо эвакуевали с чегуночного вокзалу Барановича-Полески. Причина – черговый телефонный звонок у милицию с поведомлением «Вокзал заменированный». На счастье, никакой мины не было. Приехали пожарные машины, выстрелились и уехали. Спасибо. То ли учение, то ли звонок. Вы толком сказать не можете. Никто не узнает, наверное, никогда. А за триманы, каля при вокзальных атаксофона подозреваны, выявился человеком за саблевастями психичного развития. Мужчина стоит на улику у психонеурологичном диспансеры. Га так сама минировали вокзал летать, што привело до эвакуевания некальких десятков человек. На месяце працавала группа сапёров. Учёрыш Министерство внутренних справ шукало мины у вас всех областных комитетах Белорусского и Республиканского Союза молодцы. Листы с поведомлением о погрозе невядомая особа разослала праз электронную пошту. За таки терроризм предугледжена отказность до 7-го дозня воли не поводля артикулу 340 Криминального кодексу. Пау в 100 годе платили на капитальный ремонт. Але за мест его жильцы назирают, як их дом разваливается. Насамреч, подобные ситуации не только уже хороу дома на Днепровском бульваре у Могилёве. У сюжеті Юлии Лабановы побачим, як могилёвцы показывают приклад змагання, заналежное им. Пообещали, вот, вы видите, подписан протокол собрання о том, что список объектов будем включены на 16-й год. Сегодня уже 19-й год. Годы з воротов до чиновников, от местцового ЖСУ до администрации президента, дали станучий выник. На паперы. Насправишь, пакульшту, абецанне. Дом номер 34 на Днепровском бульваре у Могилёве у спис объектов, что потребуют капитального ремонту, включили только сёли там. Працы не распочали до гатуль. Куровля проводился только текущий ремонт. Там, то есть, там, где течёт, там пришли золотали. Через некоторое время она вновь течёт. Скажется, местовые жахары так само на Цвиль, расколенный и занятбанный фасад будинку. Пытаний и до придворовой территории. Тут нема дитячей пляцовки, парковки, ды тротуаров. А адресок проезжей частки не заасфальтованы. Сейчас нормально вроде бы, сухо. Но если пройдёт дождь, тут невозможно пройти. И некуда, где втик. Не только человеку не пройти, аллеи худкой не проехать. Меж тымушмат по верховику живут переважно пенсионеры. Доброупорадкованьяны чекаются маль 50 годов от самого заселения. Это ордер. Экземпляр, конечно, оригинал, да? Выдан 49 лет назад на получение квартиры в этом доме. Днепровский бульвар 34А, квартира 30. Медсестра Кириченко, Алина Владировна. Ну вот, как мы живём тут, так ничего тут не делалось. Поседжение о пытании капитальных ремонта домов у городе Могилёвский гарвыконкам провёл всё лето в лютым. Тягом по угоду имелись оценить стан дому, распрацовать проектную документацию и узгоднить план с жахарами. Домогчись документов от чиновников не удаётся, расповедая представница жахаров дому на Днепровском бульваре. Когда касается нас простых смертных, и нам всегда заявляют, не знание закона не освобождает от их исполнения. А почему же вы, зная законы, получая за это зарплату, занимая ответственные места, почему вы не хотите делать так? Наместник директора отдела капитальных ремонтов у Могилёвским гарвыконками в телефонной разговоре с Белсатом поведомил, что документацию ещё раз працовывают. После чего ввести тендер для обудовничо-рамонтных компаний. Коли идти будет, узгодненный план працев с местными жахарами, пытание открытое. На телефонные звонки, доверные у этом пытании особе, чиновники не отказывают. Что ж, до ремонта, то, как поведомил Белсату Сергей Зятько, его завершение доведеться чекать в наступном 2020 году. Юлия Лабанова, Белсат. Десятый международный кинофестиваль у Одессе. Свято кино, озмраченное отсутностью Олега Сянцова. Украинский режиссёр уже пять годов утрымливается у российской колонии и повод для обвинения, с которыми не согласны международные правооборонцы. Однако творчесть Сянцова пробилася про стыремные моры. Как? Расповеде Аделя Дубавец. Одесса морская, живая, разная, контрастный душ. У лепени сюда уже традиционно съезжается в весь свет украинского и европейского кино. Все лето Одесский международный кинофестиваль отбывается десятый раз. По лову этого часу пять годов у режиссёра Олега Сянцова утрымливаются у колонии на полночь России. З нагадывания про это начинается каждый фильм, что демонстрируется на фестивальных экранах. Я памятаю, что новина про то, что Олега арештовали, сустрела нас всех подчас Каннского фестиваля. Тогда складано было прогнозовать подеи, але мы, как фестиваль, одразу постановили, что будем его поддерживать. Мы повесили плакаты в украинском павильоне у Каннах, собрались с нашими замежными коллегами, написали открытый зворот. И с того часу фест поддерживает Олега. Режиссёры памятуются не только на словах. Во Украине собралась команда и сняла фильм по водле пьесы, написанный Сянцовым у неволи. Теперь фильм «Нумары» проходит опошнее подрыхтовочее стадии. Процесс ускладнен тем, что сам режиссёр присутничал им только про злистывание. Спасибо тем, кто тщательно следовал всем моим инструкциям, разбирая мой кривой почерк. Спасибо тем, кто попускался своими амбициями и идеями ради реализации моих амбиций и идей. У листах, которые пишутся от руки и часто затримливаются туремными цензорами, нема ни слова про политику. У здимечной группе «Нумаров» жартуют, что за опошний год туремщики могли пройти подрыхтный курс режиссуры кино. Про злистывание Сянцов выбирал и акторов, и режиссёра, которые будут ягодными руками на свободе. Выяснили, что много символики. Он из Крыма, я из Крыма. Ведомо тут шмат символики. И он из Крыма, я из Крыма. Мы на одном и тем же фестивале отримали свои призы. Тут же и познайомились. В футбол гуляли. Вельмешмат у всего склался, смотря символики, в которую я верю. Но Марина – это гротесковая сатиричная антиутопия, которая рассказывает о существовании группы людей в закрытой просторе. Я дякую за то, что первое, что он написал, «Роби, как считаешь, за нужным». Я ему удержен за то, что, прежде всего, написал раби, как лишишь потребным. Так делает мощная, выполненная в себе особа. Он очень аккуратно, с хваливанием, подходит до собственного материала, который хотел бы сдымать сам. Али при этом у него есть сила сказать «Иншему режиссеру, раби, как хочешь». Для удела у конкурсных программах Одесского кинофестиваля у гэтым годзе подавали больше за 1100 фильмов. З их дирекция добрала меньше за сотню. Махчима празгод у конкурсной час цепы не цей фильм-нумары, створены у неволе. Аделя Дубавец, Белсад. Славянский «Разбазар» – такие надписи заявились у центра Витебска. Селетний кошт фестивалю не огучвался. Але на сайте Союзной державы Беларуси и Росии пишут об выдаткованных 25 млн. российских рублёв с бюджету Союзной державы. Графицы худко зафарбовали. А мы запытались у Минако у Витебска цели чи цены Славянский базар маринованием грошей або потребным судовным святом. Лично я слышу, что много человек получили билеты бесплатно. А с учётом того, что цены 40-50 рублей на открытие-закрытие, мне кажется, фестиваль не окупится. Затратная сторона, безусловно, очень большая. Я это понимаю. Мне самому приходится сталкиваться с организацией небольших, правда, мероприятий. И поэтому я могу судить о том, что, конечно, колоссальное вложение бюджета, но они оправданы. Это праздник, которых так мало у нас в жизни, к сожалению. Денег всегда людям мало, поэтому я думаю, этот праздник нужен, и мы должны стараться, чтобы он был как можно дольше. Считать надо. Надо считать всё. Мне кажется, что все деньги, которые потрачены, они этого стоят. Один и у свете с паборництвы косцов проходить у Свердловской в области России. Турнир ладзить Артинский завод, на яким 200 годов тому выпустили першую косу. Цепер гэты инструмент став не таки потребны. Але чого не зробишь в деле захавание традиции? Гэтак, как перемогчим, мужчины мусили скасить 100 метров от травы, жанчины – 50. И не покинуть при этом неводной травинки. Цю удалося? Пабачим у наступном сюжете. На самом деле я её не брала, если честно, уже давным-давно. Только в детстве мы с папой косили. Поэтому навык остался. Я приехал для того, чтобы проверить себя, могу я соревноваться с однолетками или нет. Проверил. Качественную работу всегда надо делать. Так и детей делал тоже качественно. Молодец! Пятеро у меня их. Пятеро у меня их. Поэтому всё. Цудоуного вам вечера. Беражите себе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»